Мы начали прямой эфир свой. Мы у ООН находимся. Организация Объединенных Наций. Нас оттуда выгнали. Мы хотели вот так вот вдоль забора встать. Вышли охранники, представляете, и выгнали нас. В общем, ООН-овцы, мы пришли просить помощи у вас, а вы нас выгоняете. Наша акция началась в воскресенье, с Алжира. Мы требуем свободу всем политическим заключенным. Их на данный момент 28 человек. Это по официальным данным. Это те, которых мы знаем. А есть те, которых мы еще не знаем. Вот ради будущего, ради вот таких детишек мы это делаем. Ради будущего Казахстана, ради своих детей, внуков, правнуков. Ради этого. Тут Азат так к нам пришло. Сейчас мы ждем еще пару человек и начнем свою акцию. Потому что нас не слышат внутри Казахстана. Нас не слышат внутри Казахстана. Мы хотим реально создать международный резонанс, чтобы Запад, Европа, Америка и все другие страны увидели, какая на самом деле демократия в Казахстане. Мы это делаем не только, допустим, ради этих 28 человек. Мы это делаем ради себя, ради каждого казахстанца. Потому что под эту статью, именно под политическую статью на данный момент может любой казахстанец. Любого казахстанца могут сейчас выдворить в СИЗО, в тюрьму только по этим надуманным политическим статьям. Поэтому мы в первую очередь защищаем не только этих 28 человек, но и себя. Мы должны осознать это, что пока мы не будем бороться за свои права, нас вот так будут потихоньку сажать в тюрьму. Поэтому, господа... Учитывая, какое правосудие вчера произошло, да, над Керимбаевой Ахмарал? Да, над Керимбаевой. Керимбаева Ахмарал, гражданский активист, живет в городе Астана. Вот она. Перед 9 июня, перед выборами у нее был обыск. Искали агитационные материалы ДВК. Ничего этого, конечно же, не нашли. А нашли казахстанские флаги. Что там еще? Ну, дождевики есть. Дождевики. Она предприниматель. Она индивидуальный предприниматель. Она занимается продажей флагов и всевозможных аксессуаров. Вон, сними, товарищ, который сказал, что согласно договору между... Вот охранник ООН нас отсюда выгнал. Хотя мы пришли просить помощи ООН. Организации объединенных наций. Вы в прямом эфире. Что вы хотите? Какую помощь? Мы хотим свободу полить заключение. Акция, акция. Акция. У вас есть уже написанная жалоба, обоснованная? Мы пока начали с одиночного пикса. Да, мы начали пока с акции. Вы напишите жалобу. Напишем. А уже писали. Когда вы писали? К нам? Уже есть ООН наши жалобы. От кого именно конкретно? Нет, есть у нас правосудитель. Сейчас пригласим. Два человека зайдут. Хорошо. Пожалуйста, напишите жалобу. Два человека зайдут. И разберемся. Все как положено. Хорошо. При этом, спасибо. И при этом мы хотим, конечно, ознакомить большее количество казахстанцев еще. Вот, этой акции. Пожалуйста. Это наше конституционное право. Вот это я понимаю цивилизованную диапазону. Напишите жалобу. Напишите жалобу. И зайдете самому без себя. Да, конечно. Мы имеем полное право. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, естественно, вот тут вот уже наша добрестная полиция. Им же делать нечего. За активистами следят они. С бюджета столько денег выделяется. Сейчас, сейчас, буквально 5-10 минут и все. Разы мы начинаем? Сейчас это тяжки. Так, я завершаю прямой эфир. Продолжение вы увидите у Азаттек. Сейчас, минутку, можно? Продолжение вы увидите у Азаттек.